Зовут меня Алексей Михайлович. Первое, с чего мы начнем, учитывая, что это все-таки рекламный вебинар или рекламный семинар, это о том, какие есть особенности преподавания курса Excel у нас в нашем комплексе специалистов. Значит, то, на что хочу обратить внимание, на то, что у нас шесть уровней специалистов. Правда, если вы зайдете к нам на сайт и на нашем сайте, соответственно, посмотрите по Excel, то вы там увидите только пять уровней. Шестой уровень у нас немножко своеобразный, хотя даже, с моей точки зрения, можно говорить даже не о шести уровнях, а значительно больше, потому что, кроме пяти стандартных уровней, есть у нас еще, вот он, соответственно, от первого до пятого, о них я сегодня поговорю, есть у нас еще дополнительные позиции, например, бюджетный контроль в Excel, ну, например, соответствующая профессиональная обработка данных, есть много дополнительных позиций, но официально у нас вроде как пока между специалистами говорим мы о том, что у нас есть шесть уровней преподавания. Это раз. Второе, на что хочу обратить внимание. Данный курс, ну, в данной ситуации я могу весь уверен, все данные, все курсы авторизованы Microsoft и по второму уровню, ну, основная часть у нас идет на второй уровень. По второму уровню мы выдаем целых два сертификата. Один сертификат наш, ну, вот, кто в аудитории, по принципу, можете выйти там в коридоре или в образцы посмотреть, а так можно и на сайте. И, соответственно, второй уровень, два сертификата, сертификат еще и специалиста, сертификат специалиста и сертификат Microsoft. Ну, и, наконец, третье, это то, что все наши тренеры, которые читают, они все сертифицированы, они все имеют соответствующий уровень подготовки. По структуре семинара, чтобы, если что, когда можно отвлечься, когда, значит, смотрите, сначала я немножечко 10-15 минут посвящу обзору требований к каждому уровню, чтобы вы сами поняли, на какой уровень по Excel вам нужно идти. Далее чуть-чуть более подробно и некоторые моменты и секреты. Может, конечно, секреты Excel это я уже чересчур назвал, но все-таки некоторые позиции есть. Ну, и, наконец, в конце оставим немножечко времени на вопрос. По уровням. Значит, в принципе, опять же, прошу обратить внимание, в принципе, прошу обратить внимание, что если вы выходите на соответствующий раздел и смотрите, вот, допустим, вы ходите вот сюда, пользователи Microsoft Office, выходите на соответствующий курс, ну, вот, допустим, курс Excel первого уровня, то здесь коротенечко сказано о том, что вы должны знать, уметь, ну, и, соответственно, какие курсы, да, вот еще на что хочу обратить внимание, на то, что после второго уровня мы выдаем сертификат о том, что вы прослушали, но если вы хотите сдать соответствующий экзамен, то это вы будете иметь соответствующие возможности, хотя я бы вам советовал не трогаться. Экзамен хорошо, попадаете в оборную Microsoft тоже хорошо, но дело здесь заключается в том, что вот эти западные тестирования, они немножечко, немножечко отличаются от того, к чему мы привыкли. Что я здесь имею в виду? У нас в основном тестирование идет на знания, у них тестирование идет на умение. То есть на уровне легкого. Большое количество вопросов, мало времени, чтобы подумать, но вот, соответственно, иногда даже не хватает времени, чтобы прочитать, надо бегом-бегом отвечать. Поэтому вот здесь я не советовал бы особенно спешить. Ну, а вот здесь есть вся нужная информация. Необходимая подготовка, соответствующие программы, и в некоторых ситуациях, в некоторых ситуациях, есть еще и соответствующее тестирование. Значит, когда нужно идти на первый уровень Excel? На первый уровень Excel стоит идти в той ситуации, если Excel у вас абсолютно не с таком. Если вы абсолютно не умеете в нем работать, формула, лист, все остальные позиции для вас это абсолютно с нуля. Ну, вот, соответственно. Да, единственное, что я хочу сказать, что необходимым предкурсом к этому курсу является курс базовая компьютерная подготовка. То есть, чтобы не тратили время на то, что такая папка, файл, где он находится, директория, поддиректория и так далее, и остальные связанные с этим вещи. Уровень 2. Ну, смотрите, в принципе, все достаточно просто. Достаточно часто бывает, что люди говорят, да мы знаем, да мы владеем, да мы умеем. А потом открываешь соответствующий документ, ну и там, скажем, вот такая позиция. Скажем, вот, а здесь и другую. И здесь вот такая формула. Вроде бы человек считает, что он знает, он умеет, он владеет. Но это говорит о том, что все-таки владеет еще на недостаточном порах. Потому что здесь, ну, сам Господь Бог, что здесь просится? Автосумма. Автосумма. Если вы... Когда же можно считать, что второй уровень, ну, скажем так, уже в известной мере у вас освоит? Если вы прекрасно понимаете, что вот это такое? Где, какие разделы? Если вы понимаете соответствующие аргументы функции? Если вы понимаете, что вот здесь за позиции, что за проверки данных, как можно удалить дубликаты. Если вы без проблем работаете с форматированием, это значит, что второй уровень, в принципе, вами освоен. Можно сразу идти на третий уровень. Третий уровень. Для кого третий уровень? Третий уровень, кстати говоря, называется он у нас весьма и своеобразно. А именно третий уровень по работе с Excel. Уровень 2 – это расширенные возможности. Кстати говоря, именно поэтому у нас здесь идет авторизация Microsoft и сертификат Microsoft о том, что вы прослушали. Потому что, в принципе, это основной уровень, который, ну, в принципе, это минимальные знания, которые нужны для того, чтобы получить хорошую работу. Третий уровень мы рекомендуем в основном для аналитиков. Если у вас большие объемы данных, если вам необходимо проанализировать эти данные, построить сложные диаграммы, то в этой ситуации это, конечно, третий уровень для вас. Посмотрите, после второго уровня у вас сразу начинается вилочка. После второго уровня вы можете пойти на третий уровень анализа, визуализации данных. А можете пойти на четвертый уровень. Четвертый уровень работы с макросами. А можете пойти и на пятый, и на шестой уровень бизнес-аналитика. То есть, второй уровень основной, и, ну, я бы, я бы рекомендовал, по крайней мере, пройти тестирование. Есть, соответственно, видите, бесплатное тестирование, которое даст вам нужный уровень вашей подготовки. Эти позиции у нас тоже есть. Четвертый и пятый уровень для кого нужен? Четвертый уровень – это начальные элементы, связанные с программированием. И четвертый уровень, как, собственно говоря, и третий уровень, я бы еще рекомендовал вот для какого направления. В последнее время очень модным стало направление, которое называется Excel-менеджмент. Что это такое? Значит, ну, приблизительно следующее. Вот человек приходит в организацию, и человек анализирует документы, оборот, Excel-эвский документ. Ну, вот, как идет соответствующее прохождение Excel-эвского документа. И его задача заключается в том, чтобы нормализовать прохождение этого Excel-эвского документа. Разбить его на отдельные позиции. Найти отдельные позиции, посадить отдельных людей. Сделать так, чтобы даже не очень хорошо подготовленный пользователь имел возможность выполнить соответствующую функцию. То есть, грубо говоря, организовать конвейер. Вот классический пример – фонд. Когда он стал внедрять конвейер? Из-за чего он стал внедрять конвейер? Помните? Вы читали никогда? Да, да, да. Зачем? А потому что конвейеры раньше, вернее, автомобили раньше делали так. Вот сарай. Там специалисты высокого класса, они собирают все от начала до конца. Ручная сборка и так далее. Что он сказал? Разобьем на отдельные операции. На отдельных операциях научить гаечку закручивать человека достаточно легко. В результате специалисты высокого класса не нужны. Отдельную операцию освоит каждый. Зато у нас выпуск машин увеличивается. Вот если такое сделать при прохождении экселерских документов, то можно, соответственно, ну, скажем так, нормализовать потоки документов, сделать правильно соответствующую структуру и так далее, и так далее. Это в последнее время очень модное направление. Вот по такому направлению. Соответственно, если есть необходимость, но без макросов и без некоторых данных, которые получены. Ну, в третьей ладно. Но вот без макросов здесь по-хорошему это и не организовать. Здесь начальное знание макросов. В принципе, для вот этого уровня, ну, я бы сказал так, хорошо бы, чтобы человек, хорошо бы, мы с менеджером все время бьемся, хорошо бы, чтобы человек перед этим прошел пульс, который называется основа программирования, алгоритмизации и баз данных. Потому что тогда человек значительно лучше воспринимает работу с программированием, потому что здесь, по большому счету, хоть и называется это Excel четвертый уровень, реально это макросы на ВБА, реально это уже программирование. Правда, треть из курсов посвящено тому, как сделать макросы просто и без затей, треть этого курса. Но вот оставшаяся часть, это уже программирование. И более серьезный уровень программирования, это пятый уровень. Ну, скажу так, для четвертого уровня программирования талантов программирования не нужно. Для пятого уровня программирования здесь уже именно от Excel останется совсем чуть-чуть. Большая часть, конечно, посвящена программированию. Теперь давайте разбираться. Первое, на что я хочу обратить внимание, нулевой уровень подготовки, нулевые секреты. Значит, я хочу обратить внимание на следующее. Как бы нулевой уровень и нулевые секреты. Конечно, ДОС многие уже успели забыть. Но те, кто помнят ДОС, для них я прошу обратить внимание на следующее. ДОС и Виндовус это несколько различающиеся вещи. С одной стороны, вот я пишу ДОС армия, что имеется в виду? Имеется в виду следующее. Если в ДОСе надо было что-то делать. Надо давать строгое, жесткое, как в армии, команду. Бери, переноси, выполняй, копи и так далее. Виндовус в жизни. Что имеется в виду под Виндовус в жизни? Подскажите, пожалуйста. Такой простой вопрос. Как отсюда добраться, ну скажем, до Красной площади? Какие варианты ответа можете дать? Шком можно? Можно. Такси вызвать можно? Общественный транспорт можно? Вертолет можно? Все. Так вот. Некая особенность Виндовуса заключается в том, что Виндовус и все Виндовус совместимые программные продукты, любое действие можно выполнить, как минимум, двумя, тремя или большим количеством способов. Хорошо это или плохо? С вашей точки зрения. Хорошо или плохо? Так, реббинаристы что молчат? Это хорошо или плохо? Кто-то реббинаристы совсем. А, хорошо. Есть. Один ответ есть. Хорошо. Так вот. Запомните раз и навсегда. Вопрос, конечно, провокационный. Я люблю провоцировать. Вопрос провокационный, потому что и ответ хорошо неправильный, и ответ плохо неправильный. На самом деле принцип заключается вот в чем. Что такое хорошо, а что такое плохо? Пока нет критериев, нет смысла говорить, хорошо это или плохо. Здесь очень простой критерий. Если человек выполняет это действие только потому, что другого он не знает и не умеет, то это плохо. Если человек выполняет вот таким образом, потому что это ему более удобно, то это, соответственно, хорошо. Сотрудник приезжает на работу на такси каждое утро. Это хорошо или плохо? Хорошо. Почему? Сотруднику хорошо. Сотруднику хорошо. А если у сотрудника нет другой возможности? Общественный транспорт не ходит, пешком долго, иначе он вынужден большую часть своей зарплаты просаживать на такси. Это уже плохо, да? Нет, почему? Вот если у сотрудника такая зарплата, что он может из других способов себе позволить, то это хорошо. Хорошо. Такого плана вопрос. Вот у меня очень простая ситуация. Очень простая ситуация. Опять же, давайте я вот сделаю. Смотрите. Вот у меня вот что. Так. И вот здесь у меня диск С. Вот рабочий стол. Ну, и вот, соответственно, диск... Сейчас я даю презентацию. Не смогу ее перетащить. Я ее закладываю. Вот рабочий стол и диск С. Вот знание базовой компьютерной подготовки у вас, соответственно, должно входить. Вот у меня здесь вот есть папочка вебинар. Вопрос. Как эту папочку вебинар скопировать на диск С? Какие варианты? Раз. Дальше. Вот. Открытый С, да? И вот маленький вопрос. Скажите, пожалуйста. Будет перетаскивание, вернее, будет копирование или перемещение? Почему? Потому что там какую-то кнопку надо нажать, чтобы... Какую? Вот. Вот уже, значит, в Windows есть определенные проблемы. А правило здесь очень простое. Если я тащу левую кнопку мышки, и все происходит в рамках одного устройства, а рабочий стол – это папка на диске С, значит, у нас... Да-да-да, вот вебинаристки подсказывают. Абсолютно правильно. Значит, у нас происходит перенос. Если с устройства на устройство, то копирование. Но если вы зажали правую кнопочку мышки, то все равно, независимо от того и как, если вы зажали, извините, кнопочку Ctrl, то все равно будет происходить копирование. Такие вот вроде мелочи. Такие вот вроде мелочи, тонкости. А иногда они достаточно серьезно изменяют, жизнь портят и так далее, и так далее. Поэтому если вы знаете все эти тонкости, ну, никаких вопросов. Если же эти тонкости неизвестны, ну, соответственно. Еще один маленький момент. Оно, конечно, хорошо бы в нормальной жизни всегда иметь такую палочку-выручалочку. Но в Windows есть одноклассная палочка-выручалочка. Правая кнопка мышки. Поэтому золотое правило Windows. Всегда не зная, что делать, жми правой кнопкой мышки. Откроется контекстное меню, и будет понятно, что делать дальше. Есть исключения из этого правила? Есть. Если успеем, я сегодня одно из исключений покажу. Но, в принципе, золотое правило всегда помогает. Начинаете учить Excel. Вот, смотрите. На первом уровне неплохо было бы понять структуру самого Excel. Ну, на прошлом вебинаре я уже давал вот эту папочку. и я рекомендовал изучение Excel начинать вот такой схемы. А именно, есть ее величество ячейка. У нее есть содержимое. Что там может лежать? У нее есть некий адрес. У нее есть формат, и можно выполнить какие-то действия типа автозаполнения. Это было на прошлом вебинаре. Это немножечко в продолжение. Сегодня я немножечко на адресе ячейки, соответственно, потанцую. Итак, адрес ячейки. Вот я открываю соответствующую папочку, называемую заготовки. И вот у нас адрес соответствующей ячейки. Посмотрите. Вот здесь у меня цена в рублях, вот здесь у меня цена в ядре. Правильно? Как мне получить цену в евро? Ну, здесь курсы немножечко старенькие, ну ладно. Как мне получить цену в евро? Ну, равно, формула начинается, да? Теперь вопрос. Как мне задать вот эту ячейку? Какие у меня есть возможные действия? Вручную ввести. Раз, да? Ну, на английском. Второе действие? Кликнуть, хорошо. А еще какие-то варианты есть? А? А еще и стрелочки. А еще и стрелочки. Итак, вот смотрите. Вот опять же, всегда есть три варианта. Когда какой вариант использовать? Правильно. А когда какой более удобный? Если ячейки рядом, то, конечно, стрелочки. Правильно? Если ячейки далеко, то здесь надо подумать. Если надо четко и ясно понять, где когда использовать, то по ячейке, еще, ну, чтобы видно было и так далее. Правильно? А если вы стараетесь уже опытно и стараетесь побыстрее, то зачем же руку-то переносить с клавиатуры на мышку? Тогда лучше вводить соответственно. Ну, с этой ячейкой разобрались. С вот этой ячейкой. В принципе, разделить, да? Но разделить на информацию с вот этой ячейкой. Опять же, на прошлом занятии я говорил, что есть волшебная клавиша F4. Помните? Значок доллара. Для чего он нужен? Чтобы закрепить. Так, сейчас, секундочку, я наших юбиналистов выведу. Они у меня немножечко вот так вот отпали. Я их не вижу. Ага, да, вот, закрепить, заморозить. О, абсолютно правильно. Вот, вебиналисты, вот, наконец-то начинают проявлять активность. Понятно. Хорошо. А если у меня информация на другом листе, тогда как? А кто мешает? Просто щелкнуть по листу. Единственное, на что следует обратить внимание. На что следует обратить внимание? Это вот на что. Заканчивать ввод нужно именно на этом листе. Почему? Потому что если я вдруг рису аформула, то у меня здесь и перейду вот сюда. Смотрите, видите? Он теперь начинает у меня отслеживать. Да я вам не верю. Я теперь везде буду прописывать соответствующие имя места. Для более опытных прошу обратить внимание вот на что. Видите вот эти позиции? Почему они вдруг возникли? Можно ли без них? Вот эти позиции возникли вот из-за чего. Кстати говоря, возникли они тоже сравнительно недавно. Скажем, в 97-й, 2003-й версии такой возможности, таких позиций не было. Связано это вот с чем. Я вот здесь прописываю адрес. Вот это имя листа. В имени листа я могу использовать, вот начиная с новой версии, служебные символы. Например, пробел. Видите? А пробел в адресе ячейки, в старой версии. Использовать запрещено. Вот фирма Microsoft придумала вот такой вариант. Вот эти значки они показывают. Да можно. Можно, ничего страшного не будет. Хорошо. Здесь в принципе, поэтому если вы вводите вручную, учтите, если вы вручную загоняете соответствующий адрес, соответствующий лист, восклицательный значок, признак листа, и вот эти вот апострофы, если есть служебные символы. Ну и здесь указывайте на соответствующий листок. Хорошо. А если в другой книге? Тогда достаточно просто. Я открываю другую книгу, и я делаю очень простую вещь. Равно вот это разделить. Перехожу на соответствующую книгу и указываю на ячейку. Обратите внимание. Получается так, что если уж мы корректно подходим к адресу, то у нас следующая архитектура. Сначала книга. Книга у нас идет вот в этих угловых скобочках. Не указали, считается текущая. Это книга, в которой работаем. Потом лист, апострофы. Ой, извините. Для того, чтобы вдруг использоваться какие-то служебные символы, например, вот это. Восклицательный знак, соответствующий признак имени, признак листа. Ну и заметьте, здесь фиксирует постоянно. Нужно? А в этой ситуации, к сожалению, фирма Майкерстоп. Нет. Значит, принцип какой? Снизу вверх совместимо. С третьего, седьмой никаких проблем не будет. Отсюда назад будет проблем. Почему? Ну, потому что в третьей версии нельзя было использовать в листе служебные символы. Поэтому там никаких проблем не возникает. Снизу вверх совместимо, сверху вниз нет. Так что все нормально. Седьмого в третий? Да. Тогда нужно будет просто-напросто взять и его сохранить. Как? А здесь сохранить... Ой, извините. Сохранить как? А здесь сохранить соответствующую более старую версию. И здесь у меня будет предупреждение. Будет предупреждение, будет преобразование. В принципе, он старается аккуратненько все преобразовать. Если нет, ну, соответственно, он скажет, какие там проблемы могут возникнуть. Да. Вот раз уж заговорили, раз уж заговорили, посмотрите. я вот здесь поднял вопрос, а как найти то старое, доброе, к чему привык? Ну, бывает, человек привык к старой версии, ему это надо. Вы знаете, фирма Microsoft сделала очень приятную вещь. Она очень аккуратно отнеслась, и она сделала вот что. Вот здесь в файле параметры. Вот здесь есть панель настроить панель быстрого доступа или настроить ленту, неважно. И вот здесь, вот здесь, если мы вместо часто используемых команд, возьмем все команды, здесь все. Все, что было в старой версии. Поэтому, если вдруг что-то потеряли, что раньше было, а теперь нет, ищите здесь. Очень полезная и нужная вещь. Ну и наконец, последнее. Еще раз, я имею в виду из советов первого уровня, еще разок прошу обратить ваше внимание. Вот на что. Вот вы пришли на работу. Новое рабочее место. Новенький, чистенький столик, новенький, чистенький стульчик и так далее. Чего вы начинаете работать? Привычные вещи. Да, привычные вещи. Ставить, ну вот кнопочки старые вернуть, да, стульчик подогнать под себя, под настрой. Вот здесь то же самое. Вот, файл, параметр. Вот здесь идет настройка всего. Ну, например, вот сейчас я нажму клавишу Enter, куда денется кульсор. Еще предложение. Какую? Уверен? Ну, во-первых, вот он остался. Во-вторых, правильный ответ всего от настроек. Вот они, родимые. Файл, параметры. Посмотрите. Вот здесь я настраиваю размер шрифта, количество листов, а что удобно, нужно. я, например, залив, что он открывается с одним листом. Пошел их два-три. Вот здесь я настраиваю, например, надо ли автозавершение формул. Здесь все, если хотите быть профессионалом в Бокселе, вот здесь все, все здесь должны проверить и сделать. Вот здесь ответ на вопросы, куда уйдет консоль. Все настраиваю. По умолчанию он стандартно настроен в режиме вниз. А тут настроили. И можете заполнять таблицу снизу вверх, можете заполнять таблицу слева направо, справа налево, или даже он будет оставаться в том же самом положении. Но я здесь оставил, видите, стандартные настройки. И тем не менее увожу, а у меня курсор остается на старом месте. Горячие клавиши. Жутко полезные вещи. Опять же, время сейчас такое, что надо бороться за любое преимущество. Одним из преимуществ может быть то, что вы быстрее работаете. Для того, чтобы быстрее работать, надо использовать все возможности. А для этого есть горячие клавиши. Как-то раз у меня на курсе, правда, по Вольду была критерия-машинистка вот оттуда с самого верха. Так вот, она не пользовалась мышкой вообще. Она объясняла это так. С клавиатуры на мышку я потеряю полсекунды. Щелкнуть правой кнопкой или перетащить до нужной позиции еще полсекунды. А выбрать из списка вернуть назад, но секунды две я потеряю точно. За эти две секунды я символов 20 наблю. Что же она делала? Она использовала горячие клавиши. Вот например. Заканчивается ввод информации клавиши Enter и красно. Enter это великолепно. А Alt Enter к чему приведет? Нет. Alt Enter это несколько строков. А Ctrl Enter Курсор остался точно там же. Заметьте. А вот вам разница. Вот Enter а вот Ctrl Enter Ctrl Enter ввод информации в весь выделенный диапазон. А раз речь идет о вводе информации в весь выделенный диапазон то зачем курсоры куда-то перемещаться? Все горячие клавиши. Стрелочки а вот стрелочки с Ctrl а вот Shift Ctrl Простые горячие клавиши сильно ускоряют жизнь. Ну маленькую перейдем на некоторые секреты второго уровня. Второй уровень у нас в основном был посвящен работе с функцией. Вот скажите мне пожалуйста сколько существует способов работы с функцией? ручной это имеется ввиду что? Равно да? Равно да? Ну и дальше соответственно какую функцию вы хотите ну например сумма да? заметьте идет подсказчик удобный способ ну почему? Да надо мышкой спуститься и немножко времени потерять. Хорошо способ номер два вот или отсюда ну кстати из другой позиции или отсюда но здесь лишнее движение раз и второе есть еще один маленький неприятный момент так не могу понять какая ага ага смотрите вот есть такая функция которая называется окр вверх окр вниз функция которая в седьмой и даже в десятой версии была из раздела математического если вы начнете вот здесь вы ее увидите но странная такая штука видите вот этот значок вот если здесь вы ее начнете искать в разделе математических не найдете почему? потому что она переехала вот в этот раздел держим говорим эти функции но держим ее только потому что эта функция нужна для совместимости с предыдущих версий поэтому здесь мой совет следующий если надо быстро то в рукопашную если надо понять то конечно мастер функции и здесь я еще раз говорю не стесняйтесь для понимания лучше конечно сюда а еще лучше даже залить вот сюда поскольку справочка здесь ну просто потрясающе вот по хелпу срюгался но справки по функциям великолепны здесь можно даже просто взять скопировать вставить и потом посмотреть на нужный результат мне даже сказано вот с ячейки а1 и так далее и еще один мой совет заключается в том что если вдруг возникает какая-то задача первым делом поищите соответствующую функцию каким образом да вот третий вариант мастер функции как в интернете набрали посмотрели вдруг что-нибудь вам подойдет ну например ключевое слово округление ну вот она рекомендует вот сколько вариантов а там уже разбирайтесь с каждой из них все функции не знает никто а бог его знает вот не знает начинали с 40 функций дай бог памяти в 2003 версии было порядка 700 сколько сейчас не знаю я не знаю как считать больше что нет честно у меня такое чувство что вот когда вижу перейдем тогда поговорим еще один маленький момент при работе с функциями обращайте внимание вот на что дьявол в мелочах мелочь да долго искать если мышкой это понятное дело здесь я с вами абсолютно согласен это вот наши вебинаристы говорят долго поэтому я говорю что мастер функции и мышки и все прочее только если хотите правильно изучить посмотрите вот здесь должна работать функция впр вот она а что обратить внимание на интересный момент этой функции вопр она работает достаточно просто она говорит что мы будем искать вот этого менеджера где будем искать в первом столбце указанной таблицы поэтому я выделил от g2 до h10 какой столбец нам нужно считаем первый второй и вот здесь я сразу получил денежки менеджера видите и вроде бы все хорошо все классно я уже увидел и я сразу говорю окей я сразу щелкнул до конца а виноват я здесь забыл вот это закрепить закреплю ну таблица же не меняется и все хорошо и все прекрасно и все великолепно за одним маленьким если я вот здесь да вообще маленькую ошибочку вот такую простую у меня менеджер получил 50 тысяч почему английская буква правильно но весь фокус заключается в том что вот в этой функции вопр вот этот последний аргумент говорит как искать точно или приближенно что значит приближенно а приближенно это значит смотрите аналитик больше менеджера ну в смысле по алфавиту нет бухгалтер больше менеджера нет менеджер с буквой е английская больше менеджера извините все она вернулась к предыдущему она вот отсюда подтянула со всеми отсюда вытекающими поэтому ноль забыли об этом аргументе и неприятность а здесь уже она говорит анде ну и правильно потому что здесь с ошибкой ну а если чтобы таких ошибок не допускать надо сделать вот что выделили зашли в данные зашли в проверку данных сказали здесь список какой вот этот и тогда не руками а вот так вот он пример интернет-маркетинг интернет-менеджмент извините ой господи эксель-менеджмент эксель-менеджмент вот так сделали организовали одно движение и уже в документах неправильные позиции вбиты не будут потому что если человек вобьет что-нибудь от фонарной она ему скажет нельзя вот простейший пример да если после нет ну тут вы скажете а вот неправильный менеджер тогда так проверка данные проверка данных обвести неверные данные простейшая вещь внедрите у себя на предприятии и ошибок будет на порядок меньше согласны но на самом деле здесь другое на самом деле здесь идет имитация работы с базами данных если вам такие вещи приходится делать то стоит задуматься а не стоит ли базами данных еще один маленький момент кстати опять же раз уж мы подняли вопрос о версиях и совместимости вот у меня сводная таблица видите вернее вот у меня данные вот я по этим данным создаю простейшую сводную таблицу на новый лист вот я в этой сводной таблице делаю очень простую вещь дату сюда скажем наименование сюда а сумму вот сюда нормально получилось не очень да почему не очень нет я конечно вижу по каждой дате но мне бы как-то это поинтереснее да хорошо я вот так вот выделил правой кнопкой мышки о отлично группировать видите группировать ну по месяцам ладно по кварталам и по годам теперь удобнее да хорошо опять правой кнопкой мышки мне только по годам нужно месяцы снял кварталы снял по годам отлично идеальная таблица все что мне нужно правильно теперь я еще одну сводную таблицу делаю она будет такая же но только эта таблица в этой таблице я вот дату хлоп а она по годам а мне нужно гадать месяцам видите какая беда почему потому что начиная седьмой версии таблицы делаются с общим кэшем что значит с общим кэшем имеется ввиду следующее сначала где то в промежуточном месте все вычислили а потом построили отображение и здесь сводная кэша раньше была такая возможность теперь нет а вот теперь чтобы вы видели что старые возможности сохранения смотрите файл параметры и вот я на панель быстрого доступа все команды выбираю мастер сводных таблиц вот как он раньше звался вроде бы значок один и тот же сказать что такого вот здесь значок и здесь значок посмотрите что происходит по вот этому значку запомнили а по вот этому старый добрый и вот здесь вот здесь я уже выбираю не говорю не хочу независимый отчет и здесь посмотрите мелочь но приятно это вот еще один из секретов второго уровня секрет третьего уровня если честно если честно я должен сказать господа если у вас большие объемы данных реально если объемы данных превышают 100 тысяч в принципе даже меньше если кто помнит старой версии экселя было шестьдесят пять тысяч копейками строк зачем в новой версии зачем в новой версии сделали вот такое страшное число строк и столбцов не знаю мощность не тянет пятьдесят тысяч пятьдесят ну максимум сто тысяч это предел больше не надо раз если у вас в процессе работы часто используется формула вот отсюда или в процессе работы часто используете вот эту проверку данных список это первый повод задуматься я люблю эксель я очень люблю с моей точки зрения это один из наиболее удачных программных продуктов фирмы Microsoft но в такой ситуации надо взять себя за шкирку и сказать есть же база данных есть аксесс туда туда и только туда и начальству надо сказать что извините но дальше будут проблемы работать будет медленно не тянуть мы имитируем базу данных совсем отсюда вытекающих но тем не менее если надо ну что поделать но в некоторых ситуациях нам на помощь может прийти еще один интересный момент мне нужна таблица умножения нормально да вот так ну и здесь соответственно вот так есть как мне быстро одним движением сделать эту таблицу умножения можно сказать конечно можно вот так а здесь подобрать правильное закрепление здесь мы закрепили а что здесь надо закрепить строки или столбцы почему а1 а1 а3 столбец здесь мы закрепили вот здесь уже мы закрепляем строку а потом начинаем растягивать можно а можно сделать и вот так смотрите равно вот это умножить на вот это только одно маленькое но shift control enter всего-навсего не enter а shift control enter правда бесплатный сыр только в мышеловке ну я не знаю это минус или плюс если в предыдущем варианте я мог изменить какую-нибудь одну позицию то здесь нет только весь массив целиком что есть в нашей ситуации сумма произведение цены на количество ровно сумма я могу разводить цена умножить на количество теперь заметьте цена не меняется фиксирую shift control enter так заметьте это выделил это и это по контролу выделил и вставил сколько времени обычными действиями как минимум правильно но тесно excel все не сможет что excel не сможет чистый excel чистый excel не сможет следующий смотрите вот здесь достаточно простая вещь вот здесь я выбираю какие-то позиции списком ну через проверку данных вот здесь я с помощью функции которая так интересно называется индекс вот где она говорит где искать вот здесь месяц точка запятой что искать где искать вот здесь столбце а точка с запятой как искать точно вот нам не говорит то позиция месяца ноябрь 12 12-я строка правильно отлично позиция 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 набора ну то же самое правильно поиск поз что мы ищем вот этот набор где мы ищем вот в этой строке как точно четвертый столбец раз два три четыре правильно все живое все меняется вот здесь вот здесь сформируем адрес есть такая классная вещь так и называется адрес вот он номер строки вот номер столбца вот все этого достаточно то есть вот это у меня ячеечка D8 согласна вот я меняю у меня универсально все сменивается вот это я вам показываю одно из заданий третьего уровня вот здесь сумма продаж ее мы формируем следующим образом D V ссылка вот из этой ячеечки что делает D ссылка она вот этот текст превращает ссылку то есть сходи по этому адресу принеси в клювик и то что там лежит вот это Excel может удобно но жил один слушатель когда мы вот это давали упал на колени говорит Алексей Михайлович есть одно маленькое но у меня работа заключается вот у меня на стол вот здесь справа выкладывается стопка чеков я открываю таблицу у меня вот здесь стоят даты у меня вот здесь стоят фамилии там название фельдешки помню и я беру чек ищу название фирмы ищу даты ищу ячейку если ячейка пустая я туда разбиваю если там какое-то другое значение соответствующее чекам я делаю проверку и тоже разбиваю мне конечно это облегчает представляете у меня таблица целый год 365 дней и порядка тысячи клиентов представили мне конечно это дело облегчает я вот здесь выбираю списочка нужные позиции оно конечно облегчает более того я могу здесь просто дату убить руками а здесь клиента тоже убить руками чем раз вот по такой большой ну а если оно не совпадает я говорит хочу следующее вот здесь новое значение число и вот какую нибудь формулу купить сюда чтобы я сюда выбил а это пошло сюда вот этого excel уже не слышно почему потому что все формулы все функции они работают только вот надо собой другие ячейки они менять не могут ну извините а как еще они не могут менять другие ячейки потому что когда идет пересчет формул кто помнит а все в зависимости от настроек вот если у нас здесь стоит автоматически то как только в книге прошли какие-нибудь изменения например очень простой я вот сюда убиваю функцию случайное число я сюда что не вбил изменения она пересчиталась убрал пересчиталась видите а вот если я здесь поставлю вручную не пересчитывается пока я не нажму вот на эту или соответственно на эту кнопочку после этого идет перерасчет поэтому нельзя менять где-нибудь вне ячейки ну предположим я сделаю а сколько раз она изменится как я уже здесь какое-то другое число убил а она раз и бросит сюда какой выход кнопочка должна быть чтобы она выполнялась только тогда когда я ей прикажу нажму на кнопочку вбросить ни нажму ни вбросить а вот здесь следующая позиция если вы работаете со стандартным экселем который стандартно установился то возможности работать с лба кроме как вот отсюда у вас нет если же вы решили работать с макросами с программированием вы делаете следующие файл параметры настроить ленту извините и да и вот здесь включаете вот этот флажок разработчик стандартные поставки он не включен вот здесь все есть смотрите и кнопочка и работа с матрицами а макрос ну код этого макроса я вам дам он достаточно простой смотрите что я делаю я вот здесь заготовочка щелкаю правой кнопкой мышки я говорю вставить модуль и в этом модуле пишу ключевое к слову сап имя как обозовем этот макрос у кого фантазия хватит как обозвать односложное плохо лучше что нибудь такое посложнее чтобы смысл был понятен ну например так из я чейки тихо 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 что-то у меня такое случилось из ну что такое у меня мышка то пропала из вот так назовем из ячейки вот так ячейку я здесь кто-то задействовал клавишу главное чтобы здесь служебных символов в том числе и пробелов не было а здесь скажу следующее смотрите мне нужна ячейка такая ячейка ячейка вот так которая лежит вот в этой ячейке ячейка вот здесь указываю ячейка ячейка J8 ячейка это содержимое использует как адрес ячейки куда нужно перейти возьми оттуда содержимое и вложи туда то что находится в ячейке же 12 точка одна единственная строчка кода чем если уж надо пошло то вот это можно даже и не писать ну что по умолчанию дарется именно все делаю кнопочку на эту кнопочку вешаю макрос и человек спокойно работает сентябре наборов сильвера он смотрит а у него было 500 или там 5000 вот здесь без выбора не справится правда страшно да в оба программирование разбирая но на самом деле на самом деле дело заключается вот че по в оба у нас есть следующие возможности у нас есть такая штука которая называется макро рекорд взяли включили и компьютер работает в режиме записи один к одному один к одному как магнитофон более того в старой версии когда вы включили режим макро рекордера ну крайне мере в ворге рядом с курсором рисовал значок кассета так правда при этом есть маленькая но создание макрос это только вершинка айсберг а самая серьезная работа заключается в том чтобы придумать такой макрос чтобы имело смысл потратить силы на то чтобы его написать придумать вот простой пример ну предположим я хочу макрос который бы действовал следующим образом который бы в ячеечку д7 убивал ну скажем я большой начальник хочу макрос который бы вот сюда убивал проверил согласен какие действия должен выполнить алгоритм первое что я должен сделать ну ячеечку д7 первое выделить ячеечку д7 правильно второе действие подсказывайте какое ячеечку ну что я делал после того как щелкнул по ячейке д7 что я сделал ввел текст правильно третье действие чем заканчивается ввод текста так алгоритм алгоритм есть я говорю включаю запись макроса имя у него ну подпись хранится в этой книге описание не буду давать не хочу щелкнул щелкнул по ячеечку д7 первое действие так второе действие написал нажал клавишу enter остановил микрофон макросы подпись выполнить работает кнопочку могу а что тут плохо смысл а не согласен ну ради бога опа а не согласен значит другой макрос писать опа вот я зашел вот сюда вот у меня макрос 1 а дети не согласен подпись не подпись ради бога не согласен пожалуйста а чего я что-то вот новая кнопочка можно 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 выбор вариант 1 выберите кнопочку да или нет можно и такой вариант возможен все возможно могу вот сюда эту кнопочку добавить вот говорю макросы вот не подпись проверил не согласен вот так проверил согласен а вот так проверил не согласен две кнопки выбирай какую хочешь а чего еще здесь плохо а вдруг документ пойдет больше и надо не сюда ну ради бога не буду выделять эту ячь ячейку не буду переходить другую ячейку а просто в активную ячейку в активную а что такое активная ячейка та на которой курсор я вам открою маленький секрет 90 процентов макросов в экселе макросов боба пишутся точно так же как миколанджело делал свои структуры ой свои скульптуры как миколанджело делал свои скульптуры я просто беру кусок мрамора выбираю все лично вот есть такая же картина мы берем макро рекордером создаем кусок мрамора и высекаем все лично смотрите зато теперь какая красота появилась получилось у нас я проверил согласен сюда проверил пятый уровень сразу вас предупреждаю пятый уровень достаточно сложно я еще раз говорю вот перед пятом я точно однозначно рекомендую хотя и не требуется но я рекомендую перед пятым уровнем все-таки сходить на курс опро еще раз есть у нас курс который называется опрога основа программирования алгоритмизации и баз данных курс полезен в следующем во первых после этого легче переходить к программированию во вторых возникает понятие о базах данных если вы работаете с экселями и большой объем вы однозначно выскочите на базы данных третьих ну многие вещи которые там рассматриваются это уже вполне профессиональные полезные вещи ну например там рассматривается вот такой интересный вопрос о локальных и глобальных переменах вот имеется ввиду следующее вот у меня здесь два модуля два вот один и вот второй вот здесь у меня есть переменная x и вот здесь у меня есть переменная x это одна и та же x или это разные переменные ага а как сделать так чтобы вот здесь был x вот здесь был x и это были одни и те же x на самом деле достаточно просто сделать надо сказать вот как объявить глобальную перемену ну понятие глобальной и локальной переменной достаточно сложные позиции и здесь уже знание программирования все таки рекомендуется то есть я к чему говорю потому что пятый уровень пятый уровень это достаточно серьезно так а если текста много да но опять же и это можно обрабатывать и где закончится текст да то есть все соответствующие позиции есть ну в принципе что у нас преподают по excel какие возможности excel я рассказал а а а Редактор субтитров А.Семкин